Имеет место быть такая тема, такой вопрос. Вы совершенно правильно его задали, потому что он поднимается, проходит какое-то обсуждение, потом затихает, опять возникает. Конечно, это связано с несколькими моментами. Первый момент – реализация программы по переселению людей для непригодных из домов для проживания, то есть программы по переселению из ветхих аварийных домов. И у нас за эти несколько лет произошла такая миграция граждан, потому что большая часть этих домов в заводском районе. И когда строили многоквартирные дома под этих граждан, конечно, в основном это Ленинский и Кировский районы. И у нас заводчане за эти годы десятки тысяч переехали на территории двух районов. Освободились земельные участки и в заводском районе. И вот в центральной части города таких участков мало. В основном на сегодняшний день это развитие Ленинский и Кировский, но и в заводском. Там целый поселок, авиатор. На сегодняшний день даже по программе многодетных семей, это поселок Воробьевка, там выдано почти 1200 участков. Сегодня это чистая земля. Но мы понимаем, что через 5-7 лет, если эти 1200 участков будут освоены, а это многодетные семьи, то там мы должны понимать развитием социальных объектов, потому что это дети, потому что это количество людей. Поэтому этот вопрос, он в поле моего зрения. Мы его будем обсуждать, насколько это нужно людям. То есть в каком я районе живу, в Ленинском или Кировском, не знаю, мы как-то... Что с этого изменится, какие-то управленческие... Да, насколько это вот затронет. Но это вопрос обсуждения. Вопрос может быть какого-то перспективного такого видения. И здесь я с вами согласен. Немного подходить в обсуждении с людьми. Потому что мы не можем вам... Давайте вот так сделаем. Люди не поймут, потому что это паспортный, значит... Ну, целый процесс это расходование личных средств граждан, бюджетных. Ну, здесь необходимо ошибку не сделать. Но пообсуждать... Спасибо большое.